Второй раз фестиваль проводится в Санкт-Петербурге, а потому и его продолжение в Петрозаводске называется так же. Хотя, конечно, для столицы Карелии акция подобного уровня пока неожиданный и приятный эксклюзив. Генеральный консул дипломатических представительств в Санкт-Петербурге от стран-участниц сегодня на пресс-конференции в мэрии сами рассказывали о своих фильмах. Напомню, что Австрия, Германия, Дания, Нидерланды, Франция, Финляндия и Швеция покажут в Петрозаводске по два фильма. Непременными условиями было, чтобы один из фильмов ранее не демонстрировался в России, но также, чтобы один непременно был связан с русской темой. Классическими примерами в этом смысле могут послужить станционный смотритель из Германии, преступление и наказание из Финляндии, а также французское «На дне» с Жаном Габеном. «На дне» было снято в 1936 году, так что европейское кино, представленное в Петрозаводске, трудно назвать современным. С другой стороны, конечно, это и не вершина киноискусства, однако на своем уровне это добротные умные фильмы. Это как раз то кино, которое в последнее время завалом коммерческих стрелялок разглядеть практически невозможно. Мы организовали этот фестиваль в Петербурге и потом в Петрозаводске, чтобы показать, что в мире не только американское кино, но тоже европейское кино, и что европейское кино живет. И когда вы посмотрите наши фильмы, вы увидите, что почти каждая страна Европейского Союза производит фильмы, что все эти фильмы по-разному, у всех этих фильмов свои образности. Кинофестиваль в Петрозаводске естественным образом отличается от Каннского. Акцию не освещает своим присутствием ни одно лицо или даже личико европейского кинобомонда. Однако интерес в столице Карелии фестиваль вызвал по нынешним временам немалый. Почти полный большой зал кинотеатра «Калевала» зримо напоминал не такие уж давние времена торжества главного из искусств. «Надеюсь увидеть здесь что-то красивое». «Я последний раз был в этом зале, я сейчас скажу, когда года три или четыре назад. Я думаю, как и все присутствующие. Не часто, так сказать, в Петрозаводске проходят фестивали, и поэтому...» «Полный зал такой у нас был, я не помню даже, когда, давно». «Вы с вами будете смотреть кино?» «Ну мне некогда, некогда сегодня. Работа ответственная, некогда сегодня». В фестивале участвуют семь европейских стран, а потому и продлится показ ровно неделю. Сегодня первый день, шведский. Первый сеанс в 17 часов. Фильм «Возвышенность на обратной стороне луны» режиссера Леонарда Юльстрема во вполне русском печальном духе повествует о последних годах жизни выдающегося русского математика Софьи Ковалевской. Все фильмы, как и положено, фестивальным копиям озвучиваются по ходу показа прямо в кинотеатре. Завтра день Дании. Сеансы также в 17 и в 19 часов и так далее до 14 апреля. Кстати, только сегодня показ проходит в Большом зале Калевалы. Завтра фестиваль переберется в Мауэй. В Большом потечет обычная повседневная жизнь провинциального кинематографа. Видимо, до следующего фестиваля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...